Ремонт и переезд сравнимы со стихийным бедствием, но этого события ждали не только обитатели районного Дома культуры, но и все жители нашего города. Эти мешки, баулы и коробки отправятся в различные организации, учреждения, согласившиеся приютить временных переселенцев на полтора-два года, пока будет длиться реставрация Дома культуры. В Доме культуры тишина, только слышно, как по лестницам выносят мебель. Вывести все хозяйство из здания надо побыстрее, чтобы это никак не отразилось на детях и взрослых, которые посещают кружки и объединения, базирующиеся здесь. Правда, теперь одни будут заниматься в кинотеатре «Искра», другие в школе искусств. В общем, несколько точек по городу. Мы стараемся построить нашу работу таким образом, чтобы люди минимально испытывали эти неудобства. Люди привыкли ходить в определенное место. Вопрос, например, размещения кружков во дворце спорта мы рассматривали, но старались этого избегать, потому что на данный момент удобного и комфортного подъезда к дворцу нет. Руководство центра постаралось оставить и прежнее расписание занятий, ведь многие посещают и другие кружки и секции, а переезд проводится в середине года. В Доме культуры работает около 20 направлений, занимается порядка 700 человек. По мнению Ирины Родителевой, директор учреждения, им ценен каждый. Большая часть клуба переедет на временное жилище в кинотеатр «Искра». Мы нашли теплые и уютные помещения для некоторых кружков Дома культуры, а также для административного аппарата, чтобы на время реконструкции ДК им было комфортно работать и радовать жителей нашего города и района. Реконструкции ждали долго, но к выбору подрядчиков подходили ответственно. Руководство района заинтересовано, чтобы здание преобразилось, но в то же время в первозданном виде остались отличительные особенности Дома культуры – лепнина, колонны, люстры. После капремонта в здании появятся лифты. Программа «Доступная среда», которая работает в нашем государстве уже определенное количество времени, она здесь будет максимально соблюдена. То есть все, что необходимо будет для людей с ограниченными возможностями, чтобы максимально они могли приходить на наши мероприятия, посещать какие-то, может быть, кружки, спектакли или какие-то концерты. То есть все будет для них здесь проведено и сделано. У нас будет балкон расширяться, он будет закрываться. То есть вот того балкона, который есть сейчас, скорее всего, мы уже больше не увидим. В общем, после реконструкции стоит ожидать не только обновления здания, но и изменений в его архитектуре, которая не только изменит облик Дома культуры, но и даст толчок к дальнейшему развитию и расширению направлений в деятельности.